Григорий Бакунов, IT-эксперт, программа «Точка», да и вообще много где. Григорий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Григорий, ну вот все, что происходит сейчас с Павлом Дуровым, несколько всех повергло в какие-то, в шок, можно даже так сказать. А я вспомнила, как я ходила на митинг в защиту Телеграма на Сахарова. И как вы сейчас расцениваете вот это задержание Павла Дурова? Можно ли это сравнивать с тем, что в 2017 году с Телеграмом пытались сделать российские власти? Ну, на самом деле сравнение довольно интересное, потому что, обратите внимание, Телеграм нигде не запретили, ничего не заблокировали и даже не пытались, а сразу взялись за аресты. Действие, ну, не знаю, мне как технарио это выглядит довольно странным, и довольно странным выглядит, что не было никаких предупреждений по этому поводу, а было вот сразу же уже прям прямолинейно, раз и арест. По слухам говорят, что Павел, ну, в принципе, избегал в последнее время посещения Европы, может быть, что-то знал, как говорится. Но с чисто фактической точки зрения, обратите внимание, что арест генерального директора не означает прекращение работы Телеграма, совсем даже. При этом Франция в Европе, наверное, одна из самых критических стран для Телеграма в том смысле, что действительно все мои знакомые из Франции, я их спрашивал многих, говорят, что да, действительно, во Франции есть такой флер, что Телеграм – это место, где люди покупают наркотики, где люди обмениваются какой-то информацией, которые боятся обменяться в iMessages или в других мессенджерах. То есть такой легкий криминальный флер у Телеграма действительно присутствует во Франции. Но и не только во Франции, но мне кажется, что и во многих странах Европы, как минимум в Германии, в Великобритании, в Испании примерно то же самое. Да, так и есть. Но дело тут в том, что, знаете, если взять канистру и сделать в ней небольшую дырочку, то где бы вы эту дырочку ни сделали, даже если сверху, через какое-то время через нее начнет поступать вода. И причина тут в том, что в канистре вода есть. Так вот, проблема всех таких приложений заключается в том, что рано или поздно в любом приложении начинают продавать наркотики, если, конечно, это приложение не выпущено официально государством. И так происходит с Телеграмом, потому что, да, Телеграм был довольно удобным мессенджером, в принципе, для всех. И, ну, вероятно, какая-то криминальная часть, какая-то часть криминалитета во Франции и в любых других странах начали пользоваться им. Представить, давайте себе представим сейчас на секунду, что Телеграма не будет. Ну, вы же понимаете, что сразу же будет другой мессенджер, который будет использован ровно для этого же. Так и есть. Хочу спросить у вас про техническую сторону. Вот, получается, власти Франции обвиняют Дурова в том, что он не сотрудничал с ними, да, он не раскрывал, например, там, владельцев телеграм-каналов или телеграм-чатов, в которых, возможно, происходило то, о чем вы говорили. Насколько эти обвинения, по вашему мнению, они обоснованы? И вообще можно ли было Дурову сделать что-то такое, чтобы, условно говоря, мухи отдельно, котлеты отдельно, преступников сдаем, нормальных людей не трогаем? Ну, дело в том, что речь ведь идет чаще всего о каких-то досудебных действиях. То есть, это же не так, что по решению суда, там, телеграм кому-то что-то не выдавал. Насколько я знаю, по решению суда в любой практически стране мира телеграм выдает все данные. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что телеграм отказывается работать в досудебном режиме, когда приходит полиция и говорит, а, давайте что-нибудь, отдайте нам все про, и дальше там, не знаю, отдайте мне все сообщения, содержащие слово наркотики, например. Очевидно, что ни один мессенджер так поступать не будет. А вообще другие мессенджеры сейчас, получается, тоже под угрозой, ну, точнее, руководство этих других мессенджеров, или они просто сотрудничают, или, может быть, не летают во Францию? Я думаю, что многие из них сотрудничают, это во-первых, а во-вторых, скорее всего, взяли, то есть, начали бороться со всеми, но взяли и собираются предъявить обвинение тому, кто больше всего соответствует представлению общества в стране о том, что там одни сплошные наркотики. И, с этой точки зрения, Телеграм очень удобная мишень просто. Вообще множество сервисов завязано на Телеграм, на Телеграм-боты, и вообще для Телеграма какая-то угроза, и для других бизнесов, которые связаны с Телеграмом, есть угроза в связи с задержанием Павла Дурова? Я думаю, что нет. Я думаю, что начнут все-таки с Дурова и команды. И, если честно, я до сих пор надеюсь, что сейчас ему предъявят обвинение, вступят в дело адвокаты, и так или иначе Павел окажется на свободе, потому что, ну, честно сказать, обвинение выглядит довольно странным. Это как, помню, задержать производителя топоров за то, что убили старушку-проценщицу. В том смысле, что есть же непосредственно исполнители, и работать надо с ними. И борьба с наркотиками, она выглядит обычно как арест людей, которые их распространяют, а не как арест человека, который отказывается поделиться информацией обо всех подряд, в том числе и распространителях наркотиков. Это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения европейского права, понимаете, там много любопытных ошибок случилось. Например, я уверен, что вы такого слова даже не знаете, но у французского правительства есть мессенджер, который они пытаются распространить максимально широко последние два, ну, или год, я уже не очень помню сейчас даты. Он называется Allweed, и это такой мессенджер, он с буквой О в начале, Allweed, про который государство пытается рассказать везде, рассказать, какой он замечательный, что обязательно все должны на него переходить, в том числе сотрудники правительства и всякое такое. Но, ну, ничего из этого не получается, понимаете, и все это выглядит как попытка, кроме всего прочего, еще и задавить конкурента. С этим, как вы понимаете, в европейском суде все значительно проще. Ну, и я искренне надеюсь, что, на самом деле, с Павелом Валерьевичем все будет в порядке, потому что мы все ждем, что телеграммы дальше продолжат свое развитие. Ну, вот вы упомянули европейское право, а как раз цитируя Илона Маска, который тут же в твит, ну, в Экс прокомментировал задержание, он сказал, что это лучшая реклама первой поправки Конституции США, как раз свобода слова. Вот эта грань между обеспечением безопасности государства и защитой личных данных и вообще личной переписки, вот это, наверное, одна из главных тем, которые будут звучать на этом процессе Павла Дурова. Кроме Илона Маска, какая-то есть реакция со стороны таких big tech, что называется, руководителей? Я думаю, что пока нет, и слишком мало времени прошло, честно говоря, потому что Илон Маск, ну, он же такой главный специалист по хайпу, все остальные, с учетом еще, что это суббота-воскресенье, в смысле выходные, в дело не вступили. При этом даже Маск, выступая на тему первой поправки, обратите внимание, первая поправка, она имеет отношение конкретно к Конгрессу США, то есть первая поправка говорит, что Конгресс США никогда не будет посягать на свободу прессы или на свободу слова. При этом суд в США вполне себе может как бы посягать на свободу слова, и в этом как бы часть работы вот этого троевластия, которое в Америке существует. И я надеюсь, что на самом деле европейское право работает точно так же, просто оно не так устроено, и там нет первой поправки, но тем не менее мы дождемся. Что касается всяких больших людей, которые могут выступить или не могут выступить в поддержку, я тоже думаю, что поддержка будет в то время, когда в этом будет необходимость. Сейчас ничего пока не понятно, и непонятно даже, что поддерживать. Мы даже, строго говоря, не знаем, в чем его обвиняют. Григорий, вступлю на почву, зыбкую почву конспирологических теорий. Вчера, да и сегодня утром мы видели, как то депутат Госдумы, то Мизулина-младшая, то еще кто говорят, срочно свободу Дурову! Что ж за безобразие творится в этой вашей ужасной Европе? С чего бы вдруг они стали топить за Дурова? И многие люди пишут, ну, видимо, либо им есть что скрывать, либо это свидетельство того, что есть какая-то связь, про которую мы пока не знаем. Ну, я вам добавлю еще в копилочку, вы же знаете, наверное, да, но сразу же, как только появилась информация об аресте, сразу начали еще говорить о том, что наверняка его арестовали, потому что, смотрите, он же ездил с Путиным общаться в Азербайджан, и наверняка это дело политическое, и не просто все это так происходит. На самом деле, я думаю, что связи с Путиным никакой, а то, что люди говорят, особенно люди, которые пытаются, ну, давайте говорить по-русски, пиариться, да, в России, пытаются рассказать, что, ну, нужно его срочно вернуть, но это такие же люди, как Илон Маск, в том смысле, что они просто хайпуют, на происходящем. Ну, возвращаясь вот к такой технической части, все-таки были ли у Павла Дурова какие-то инструменты, которые он мог применить, не ставя под угрозу анонимность обычных пользователей, чтобы они могли продолжать переписываться там в закрытых чатах, но при этом он мог, так сказать, преступников раскрывать, скажем так, вот можно ли это было как-то технически отслеживать? Еще раз уточним, да, просто здесь важно. Ну, смотрите, чисто теоретически можно себе придумать построение огромного искусственного интеллекта, который будет сидеть во всех чатах, следить за всеми чатами и, ну, например, блокировать или сдавать сразу же в полицию тех, кто занимается с постоянением наркотиков, детской порнографией и явной противоправной деятельностью. Но, во-первых, напомню, что никто, ни у кого нет обязательства с этим всем бороться и вступать в борьбу явную с преступниками, кроме как у государства. У государства эта обязанность есть, у всех остальных это не обязанность, а при необходимости исключительно добрая воля. Вы как бы не обязаны ничего для этого делать, с одной стороны. С другой стороны, изготовление таких систем, а мы через это многие уже проходили, в смысле это во всем мире такая практика, IT-компании стараются не делать подобных проектов и не участвовать в разработке таких систем, потому что, создавая ее, ты создаешь огромную, давайте сейчас аккуратно выражусь, огромную... Вы подталкиваете государство к тому, чтобы использовать подобные решения все шире и шире через вас. И в этом смысле есть прекрасный пример ЭПЛА в США, которых много раз пушат и говорят, давайте вы будете там как-то противодействовать состоянию наркотиков и детской порнографии в iMessages. А напомню, iMessages, как ни странно, еще более безопасная система в том смысле, что ЭПЛ в большинстве случаев не видит содержания этих сообщений. И было несколько громких дел о том, как ФБР пыталась в Штатах заставить ЭПЛ активнее следить за своими пользователями. И, например, репортить практически обо всех фотографиях, которые вы загружаете в iCloud, но там в свое время сообщество встало на дыбы, и ЭПЛ, прикрывшись сообществом, сказала, смотрите, вот как бы люди думают, что так делать нельзя, и мы так делать не будем. Так что чисто теоретически можно придумать некоторое количество подобных действий. Ну, например, правда, подключиться к тому же самому протоколу по борьбе с детской порнографией, которому следует ЭПЛ. Но, во-первых, не надо сравнивать ЭПЛ и Телеграм по размеру. Это совершенно несравнимые по масштабу компании. То есть это компания сильно меньшего размера. А во-вторых, еще раз, никакого обязательства по этому поводу, юридические обязательства по этому поводу нет. Это исключительно вот следствие взаимодействия с властями у ЭПЛ. Почему Телеграм в данной ситуации пострадал? Ну, понятно, потому что, наверное, меньше взаимодействовал с государством. Григорий, мы понимаем, что Телеграм очень закрытая структура, компания, мы немного про нее знали. И нам сложно сделать вывод о том, каким образом преследование, уголовное преследование Павла Дурова может отразиться на будущем этой компании. Вот если мы пока что вот в этой точке сегодняшнего дня будем какие-то сценарии общими крупными мазками для себя определять, вы бы какие из них выделили? Ну, там типа оптимистичные, реалистичные, пессимистичные? Ну, в пессимистичном сценарии Дуров просто сидит 20 лет в европейской фирме. Надо при этом сказать, что Телеграм без него, безусловно, не умрет. В смысле, ну, это большое привлечение сказать, что Дуров лично руками делает Телеграм. Дуров, безусловно, центральный человек принятия решений, но, ну, найдется кто-то, кто будет продолжать развивать эту платформу. Есть, ну, какой-то позитивный, мне кажется, сценарий, когда там завтра, не знаю, или сегодня состоится первая часть суда, выносится обвинение, и дальше все это действует в рамках традиционного права. И я думаю, что у Дурова тоже найдутся неплохие адвокаты, или ему их поможет предоставить кто-нибудь из инвесторов, там, в общем, что-нибудь найдется. И в конечном итоге все это закончится просто разговорами. Самый реалистичный, наверное, сценарий, что сейчас на Телеграм будут давить все больше и больше в разных странах, потому что если Франция сейчас так поступила, ничего не мешает завтра так поступить, то же самое сделать в Бразилии, точно так же это сделать где-нибудь в любой части, там, Азии, и у Дурова останутся только, останутся те юрисдикции, в которых у них, у него неплохой контакт с государством. Я думаю, это в первую очередь, ну, Дубай и вообще ОАЭ, да. В целом же, мне не кажется, что у платформы есть какой-то сейчас такой момент, чтобы сказать, «Ладно, ладно, значит, раз Дурова привлекли к ответственности, мы сейчас срочно начнем взаимодействовать с государством». Закончится главная мантра Дурова о том, что он старается везде быть нейтральным. К сожалению, в современном мире нейтральным быть технологической компанией не получается. Ты либо с государством, либо активно с ним, с государствами, либо ты активно им противодействуешь. Вот, скорее всего, будет переход в какую-то вторую фазу. В самом начале нашего общения я запустил вопрос «Телеграм для меня — это главный мессенджер, удобная площадка для общения, независимый источник информации, и я им почти не пользуюсь». Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Ну, вернее, знаток, у нас супер-блиц. Григорий, как вы думаете, какой вариант ответа самый популярный среди наших зрителей? Я плохо знаю вашу аудиторию, честно скажу, но в любой стране мира я напомню, что «Телеграм не самый популярный мессенджер в мире». У него, скорее всего, если все пойдет нормально, в сентябре будет миллиард всего аудитории. При этом есть «Ватсап», которым везде пользуются активно во всем мире. Вот в этом пространстве, оставшемся после СССР, есть «Вайбер», который активно используется. Есть куча локальных мессенджеров. Так что я бы, если честно, сделал ставку на последнее, сказал, что, в принципе, я им особенно и не пользуюсь. Варианты такие. Самый популярный ответ «Независимый источник информации» 38%, главный мессенджер для меня 26%, почти не пользуюсь, было вот 20, сейчас упал до 19, и удобная площадка для общения 17%, завершая опрос. Вас мы отпускаем, Григорий, спасибо огромное. Спасибо. Напомню, что сегодня вечером будет программа «Точка» в 21 по Москве. Приходите, будем, ну, вернее, не мы будем, а ведущим. Григорий Бакунов. Конечно, будет обсуждать свежие подробности, какие-то детали, сдержание Павла Дурова. Ну, в общем, все то, что произойдет сегодня в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова